Солнце, горы и вода. Наши лучшие друзья. Привет, привет, здрайси ребята. Помните собирал вот этот поисковый магнит из жестких дисков? Собственно жестких дисков для поискового магнита пришлось разобрать не один десяток. Это очень старые диски, емкостью некоторые из них 40 мегабайт. Так что ценности никакой особой они не представляют. Вообще это интересные приборы для самодельщика. Полную версию о том как я собирал этот магнит вы сможете посмотреть на моем канале. Также вы сможете увидеть сборку индукционной варочной панели или вращающийся нагреватель с помощью вихровых токов тоже собранные из жестких дисков. В общем на всякий случай оставлю ссылочки под видео. Ухо размотал я его конечно. Видите весь перемотанный в изоленте. Но давайте все по порядку. Я покажу что наловил на этот магнит. Ну и под конец покажу где можно немножко добыть золото и серебришко. Поехали! Вот и мое первое место. Сейчас испытаем этот интересный магнит. Сколько он монеток притянет? Это небольшая беседка расположена в профилакторном закрытом комплексе. Думаю что особо денег здесь не наловить. Но для испытания моего поискового магнита я думаю что такой небольшой объем в самый раз. Эх да простят меня те кто кидал монетки в надежде вернуться сюда еще раз. Ну а кто знает где эта старинная беседка? Пишите буквы под видео. Ну неплохо да? Сразу с первого раза. При повторном закиде моего сканера для поиска монет я заметил что монеты то не все притягиваются. И да, оказалось что монетки выпускавшиеся более ранних годов сделаны из немагнитных сплавов. Например никеля с какими-то примесями. Вот такая вот история оказалась. Первое испытание магнит прошел. Вот стойка. Первая рыбалка. Двигаемся дальше. Один из подписчиков посоветовал мне обмотать магнит пищевой пленкой. Да это хорошая идея. Так будет проще избавляться от всевозможной грязи. Думаю что время покажет насколько этот способ защиты магнита эффективен. С помощью транспортного арендного средства я доехал до красивейшего речного вокзала расположенного в городе Сочи. Да кстати летать на БПЛА здесь категорически запрещено. Для меня у парня спецслужбы увели дрон за 200 косарей в море перехватив управление. 10 копеек. Примагнитилась. Хрен оторвешь. 10 рублей. 10 рублей. Зеваку для себя конечно я собрал целую кучу. Давайте вставлю несколько live аудио. О, банка сгущенки. Андрюха здесь она упала? Банка сгущенки здесь упала? Нет, вот там на той стороне. Вон где якоря туда бросать, они там постоянно купляют. Там он запутался может. Вот эту берет. Не, вот эту берет. Вот эту не берет. Ни хрена себе вот так вот. Да, давай тяните. Ну вы спрашиваете, а чашки есть? Ну чашки это не пробка. Там только крючки могут замокнуть. Вот крючок оставлю. 100 грамм. Спасибо. Классно. Замок с ключами. Монетки. Сегодня второй день рыбалки. Я хочу посмотреть с помощью вот этой камеры. Как бы глазами магнита. Как он себя там на дне ведет. Нашел шапочку на улице. Неплохая вроде. Валялась просто. Давайте посмотрим. Эту замечательную экшн камеру мне подарил дружище Иван. Которого вы неоднократно видели в моих видео. Кстати он построил себе неплохую мастерскую. Думаю что скоро пару видосиков вы увидите с этой геолокации. Глубина на данном причале около 9 метров. Старожилы говорят что раньше сюда заходили огромные лайнеры. Ну а теперь здесь стоят только супер дорогие роскошные яхты. Кстати у меня есть планы чтобы собрать и запустить батискав в данном месте. Ведь посещаю я Сочи стабильно раз в году. Местные рыбаки говорят что здесь стабильно 2-3 мобилки в день теряют оголделые туристы. Давайте попробуем вместе собрать мини модель батискафа с простеньким манипулятором. Пишите если у кого какие есть идеи. Монатами попадаются вот такие страшные вещички. Один из них впился мне в руку. Извлечение данного крючка было очень болезненным. Сегодня опять поймал замок рублей 300. Уже вечер на сегодня все продолжу завтра. По дороге я еще забежал на городской фонтан. Видно что фонтан чистится неплохо. Несколько дней назад я специально кинул пару монет в определенном месте. И каким-то мистическим способом они исчезли. Наверное мистический способ называется. Ребята без определенного места жительства кое-что мне все равно удалось наловить. В некоторых местах можно поднять только вот такие подарочки. Рыболовных снастей я наловил в несколько раз больше по стоимости чем наловил монеток. Магнит вцепился в металлическую лестницу. Пришлось лезть и вызволять мой монетный сканер. И даже маленький фонтанчик надо просканировать. Даже здесь есть денежки. Неплохо. Ладно, давайте удачи. Попробую покидать на Черном море. Но вряд ли там можно найти. Вот такое каменное или галичное. Не знаю как. Давайте попробуем. Поймались только один камень. Интересно это железная руга. Как думаете при какой температуре и вообще можно ли переплавить эти камни в металл? Пишите. Выловил монетку какая-то не русская. А монетка оказалась 50 копеечным номиналом. Просто очень хорошо ее камни побили. А здесь давайте покажу визуально как ловится монетка. Думаю что комментировать особо тут нечего. Да и не забудь подписаться на телегу. Там я выбрасываю видео которое ты не увидишь на youtube. Да и может быть вообще этот балаган скоро закроют. Ссылку оставлю в описании. И конечно же все мои контакты в конце видео. И вообще если тебе не сложно то подпишись на мой канал youtube и жалкни колокольчик. Чтобы я понимал а стоит ли вообще что-то снимать дальше. Прибыли с видео я никакой не получаю. А так буду знать что я не в темноту работаю. Что кому-то интересно мое видео. Немного нарыбачил, но все таки на море камни мешают. Надо попробовать другое место. Решил пару раз кинуть магнит в речке под названием Сочи. Кстати магнит сейчас похож на настоящий. Синяя и красная. Здорово да? К сожалению мой магнит пришел в негодность. Надо немножко отремонтировать его. Да, термоусадочная трубка недолго прожила. Но у нас же есть величайшее изобретение под названием изолента. Сколько бы я не пытался кинуть магнит. Он никак не хотел бороздить дно. Скажем так планировал поверх воды. Скорее всего в таких шустрых речках. Надо прицеплять дополнительные груза. К сожалению на большом течении ничего не поймать. Надо искать другой водоел. Да, рыбачить не на рыбу, а на монетке оказалось намного интересней. Как же это можно назвать? Рыбалку то понятно что рыбалка. А тут монетка алка или коин алка. В общем пора подбить улов за несколько дней. Для этого мне нужна какая-нибудь тара. И что-то похожее на сито. К счастью накормилица этого добра предостаточно. Но сейчас эти деньги надо отсортировать. Я специально выбрал горную речку, а не на море. Ну чтобы загрязнять там скажем так меньше. Попрошу это сделать. Катерина! Катерина как обычно с радостью согласилась выполнить роль коин сортировщика. Метров в десяти от меня самолет летает. Нифига да? Ну в общем 740 рублей получилось. 200 из них скажем так неликвидных. Сейчас попробуем отмыть. Соль и уксус я тоже купил на выловленные деньги. Но не тратить же мне свои. Добавил еще немножко песка в качестве абразивного материала. В общем-то адская смесь готова. Немного воды добавлю. Потому что здесь 60% уксус. 15 минут. Извините меня за выражение дрочки. И пора смотреть результаты что получилось. Какие-то монеты конечно отмылись. Ну а в общем такая технология оказалась малоэффективной. Кто знает более продвинутый раствор. Делитесь со мной. В общем то эти конченые деньги. Хотя деньги не бывают конченными. Отмыть таким способом не удалось. Но это же не беда. Эти деньги с легкостью принимают автоматы. Сейчас попробуем поменять эти количественные монеты. Этот способ наверно уже вам известен. Выбираем билет как можно дороже. Вносим туда коины. После чего можно передумать и нажать на отмену покупки билета. Автомат по продаже билетов выдаст вам чек. С помощью которого в кассе вы получите внесенные в автомат вами деньги. Но уже новенькие. Есть второй способ. Но здесь придется вложиться. Например внести сумму больше чем стоит кофе. И после покупки автомат выдаст вам сдачу. Соответственно тоже с чистыми монетками. Конечно же это не мой способ зарабатывания. А просто развлекуха. Все выловленные монетки мы конечно же раздали тем кому они намного нужнее. Хоть и 90% из них мошенники. Но выловленный один из замочков мы решили оставить в Адлере. С надеждой что в следующем году мы его увидим. Ну а теперь что касается золотишко и серебришко. Да такие вещи тоже можно поднять. Скажем так параллельно занимаясь спортом. В отпуск я беру с собой вот такую замечательную вещицу. Думаете просто так? Нет не совсем. За 21 день я ни разу не пропустил бассейна. И приходил заниматься так называемым спортом за час до закрытия. Когда уже в бассейне практически никого нет. Думаете полюбоваться плавающими тетями? Ну да это тоже интересно. Но привлекало меня немножко другое. Первый раз когда я нашел золотой крестик. Я отнес его на ресепшн. Где администратор очень нехотя взял его. И у меня сложилось такое мнение. Что все таки администратор присвоил его себе. Так что все последующие мои находки за 21 день я не стал отдавать администратору. А вот и сережка там внизу. Если видели. Сейчас достанем. Днем и ближе к вечеру конечно. Бассейн переполнен. Да и балденьких отдыхающих полно. Вот и теряют цацки. На всякий случай я не буду показывать что и сколько цацок я выловил. В общем то на сегодня все. Вот такое длинное видео получилось. Если вам интересно и хотите чтобы я покидал еще в Москве, в Южкороле, пишите букву под видео. Но я с вами не прощаюсь. Не болей и храни тебя Господь. До встречи. Да я наснимал материала не на одну серию. Если хотите в каком-нибудь одном из будущих видео. Я вам покажу что еще можно поймать на этот магнит. Поверьте не только монетки. Я так и понял что вы вытаскиваете.